МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает новости Тольятти. Здравствуйте в студии Наталья Лопатина. Смотрите сегодня. Живое общение между жителями и представителями органов власти. В областной столице проходит форум Общественной палаты Российской Федерации, сообщество. Участие в нем принимает губернатор Дмитрий Азаров, члены областного правительства, представители общественных палат и неравнодушные граждане региона. Дорога, которую так ждут горожане, когда откроют движение на магистрале Тольятти-Приморский, что уже успели сделать. Внедорожник Нива, медикаменты и витамины тольяттинцы отправили бойцам СВО очередной гуманитарный груз. Они соблюдают правила дорожного движения и заботятся о своих пассажирах. Тольятти-Азот наградил лучших водителей предприятия. Сильное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны. В Самаре проходит форум «Сообщество». Он организован Общественной палатой России. Собравшиеся обсуждают вызовы, с которыми сегодня сталкивается наша страна, а также пути решения непростых вопросов. Программа форума поделена на несколько основных тем. Единство ради победы, международное сотрудничество, год педагога и наставника, некоммерческий сектор и благотворительность, а также другие. В работе форума принимает участие глава региона Дмитрий Азаров, члены областного правительства, депутаты разных уровней, представители общественных палат. Открывая пленарную сессию под названием «Гражданское общество России. Основы развития», глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что все важные и нужные предложения, которые будут высказаны на площадках форума, обязательно будут взяты в работу на Самарской земле. Тема, которая выбрана для нашей дискуссии, в ходе которой, я уверен, мы услышим важные и нужные предложения, которые сможем приземлять здесь, на Самарской земле, тема определяющая. Вот знаете, мы здесь, в Самарской области, в общем, по-другому и не мыслим. Мы по всем важнейшим вопросам развития нашего региона, создание условий для динамичного развития, улучшения жизни, конечно же, советуемся с людьми. Именно так мы формировали стратегию лидерства Самарской области, исследуем ей всенепременно, несмотря на все сложности, которые зачастую нам создают наши недруги. Мы собрали более 900 тысяч предложений от людей при формировании стратегии развития нашего региона. И эта стратегия дополняется, и сейчас проходит актуализация во всех муниципалитетах нашей Самарской области. Телеканал «Тольятти-24» – информационный партнер этого значимого для общественности форума. О его работе расскажем подробно в ближайших выпусках новостей. И к другим темам. «Автоваз» возвращает экологические нормы Евро-5 на автомобилях «Лада». Напомним, что в силу введенных санкционных ограничений компания в 2022 году была вынуждена временно перейти на более низкий стандарт Евро-2. Новые калибровки и блоки управления двигателя разработаны в России, что укрепляет технологический суверенитет «Лада». Первой моделью «Лада», оснащенной двигателем по экостандарту Евро-5, стала «Гранта». Экостандарт Евро-5 возвращается на все семейства «Лада-Гранта». Автомобили прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур. О появлении стандарта Евро-5 на других моделей «Лада» будет сообщено дополнительно. Автомобильных заторов на дороге Тольятти-Приморский должно стать значительно меньше. Сегодня подходят к концу работы по расширению магистрали. В начале сентября на дорожном участке планируют открыть движение. Что уже успели сделать строители и с какими трудностями они столкнулись? Обо всем подробнее далее в нашем следующем материале. Здесь ведется строительство дороги, на которой традиционно в часы пик скапливается большое количество автомобилей. Магистраль соединяет Тольятти с крупными и густонаселенными пунктами Приморской и Подстепки. На реконструкцию дороги уйдет почти 200 миллионов рублей. Строительство ведет компания-подрядчик, которую хорошо знают в Тольятти. Обычно она выполняет свои обязательства качественно и точно срок. Эту дорогу планировали сдать к 1 сентября, однако во время работы специалисты столкнулись с неожиданными трудностями. Так, на объекте была обнаружена часть коммуникации, которую много лет назад под дорогой проложили застройщики. Но документацию никуда не передали. На замену переноса защиты этих подземных магистралей потребовалось дополнительное время. Надеемся, что 5 числа мы уже обеспечим качественный нижний слой дорожного покрытия по обеим полосам и запустим движение. А второй слой, окончательный слой будем уже намонтировать на полосах в ночное время, когда практически нет движения, прикрывая одну или другую собственную полосу. Кроме того, на этой магистрали запланированы устройства тротуара с велодорожкой и ливневки. Однако расширение трассы лишь частично снимет проблему пробок на этом участке. Основная задача наша, она значительно более грандиозная, значительно более сложная. Но тем не менее мы в этой машине движемся для того, чтобы увести поток не сюда, на спортивную улицу, увести поток с Приморского и Спадстепок, в первую очередь в сторону Волжского автомобильного завода. Мы сейчас закончили проектирование улицы Фермерская, первого ее этапа. И сейчас проектные документы с мета загружаем в государственную экспертизу, чтобы получить ее заключение. И одновременно мы заключили контракт на проектирование продолжения улицы Дзержинского. Цель наша следующая, с тем, чтобы вот этот большой прямоугольник, большую территорию за Московским шоссе фактически ввязать двумя дорогами. После завершения строительства новых дорог до Приморского и Спадстепок можно будет добраться по трем магистралям. А это уже окончательно снимет проблему пробок при поездке в эти населенные пункты и обратно. Ирина Соколов, Андрей Костомаха, Новости Тольятти. Продолжаем выпуск. Все для победы. Очередной гуманитарный груз тольяттинцы отправили нашим бойцам на СВО. Его подготовили и собрали представители общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов автозаводского района Тольятти. Это внедорожник Нива, который так необходим на передовой. А также различные медикаменты и витамины для поддержания здоровья наших защитников. Выражаем благодарность Агалиулину Рагилю за предоставленную гуманитарную помощь неоднократную. Спасибо большое и Союз ветеранов Афганистана за неоднократную гуманитарную помощь. Спасибо большое. Победа будет за нами. Очень приятно, что люди на протяжении всего времени поддерживают нас. Нам с первых дней видели и чувствовали эту помощь. Сегодня наша организация, Российский Союз ветеранов Афганистана, передает автомобиль Нива ребятам 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. Вдар – это подарок от моего друга детства, Агалиулина Рагиля. Это не первый подарок с его стороны. Большое ему спасибо. Также мы передаем уже от нас медикаменты ребятам, может быть, мирным жителям Танецка, там или куда они едут, будут отдавать. Ну, все как обычно. Они всегда соблюдают правила дорожного движения, принимают быстрые, но правильные решения и заботятся о своих пассажирах. 20 лучших водителей Тольятти Азота получили награды от руководства предприятия за ответственное отношение к работе и безаварийную езду. Среди лауреатов – сотрудники, которые отработали на Таазе почти 20 лет. О людях, бесконечно преданных своей профессии, далее в нашем сюжете. В актовом зале Тольятти Азота чествовали водители предприятия. Своей безаварийной ездой и преданностью профессии сотрудники автотранспортного управления постоянно доказывают, что они – гордость завода. Владимир Слезкин трудится на Туазе почти 20 лет. В этот торжественный день Владимир Петрович, как и еще 19 его коллег, получил благодарность от ГИБДД города за дисциплинированное вождение на дорогах. Свою работу он любит и менять ее не намерен. Интересно то, что не сидишь на месте, куда ты двигаешься, едешь по городам. Вот тема на мне интересна. Сотрудники Тольятти Азота не раз доказывали свой высокий профессионализм и за пределами предприятия. На конкурсе профмастерства в Самаре водители Туаза показали филигранное владение различными видами автобусов. Руководство предприятия видит успехи, стремление работников и поощряет их ценными призами. Тольятти Азот, как ответственный работодатель, он стремится обеспечить безопасность в первую очередь и качество индустриальной структуры. В том числе за счет повышения уровня и квалификации наших водителей. Их успех – это наша гордость и, наверное, в какой-то степени оценка и нашего труда. Ответственность и образцовое выполнение обязанностей водителей Туаза отмечают не только на предприятии, но и в ГИБДД Тольятти. К примеру, Тольятти Азота, по словам инспекторов, должны следовать все предприятия нашего города. Не каждая организация в городе проводит такие мероприятия, то есть выделяет наилучших и организовывает в праздничной атмосфере поздравления лучших. Это стимулирует, как правило, и коллег, и также стимулирует соблюдать правила дорожного движения. Награды вручены, фотографии на память сделаны и наши герои отправляются на свои рабочие места. Теперь у них особая миссия – не только подтверждать высокий уровень профессионализма, но и показывать молодым коллегам пример ответственного отношения к своему делу. Татевик Бабаян, Иван Шумилин, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти. Одно из самых многочисленных мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел. Основная сила, которая обеспечивает общественный порядок и безопасность в городах, на железной дороге, объектах воздушного и водного транспорта. Патрульно-постовая служба Тольятти ежегодно предотвращает более 500 преступлений. Сотрудники ППС 24 часа в сутки несут службу во всех районах Тольятти. Представящую субботу служба отметит свой вековой юбилей. Наш коллега Василий Логинов весь день провел с полицейскими. Это Виктория. Она стажер патрульно-постовой службы. Сначала было как-то непривычно, а потом привыкло интересно. Просто захотелось сюда выйти. Хотелось? Прямо желание? Ну да, мне даже сказали совет. То, что ППС работает со всем. Это отличный ухл. Потом можешь пойти в ВУС. Стажер Виктория, как и остальные сотрудники патрульно-постовой службы 1-го отдела полиции по автозаводскому району, сегодня на так называемом разводе, ежедневном плановом совещании перед выходом патрулей на маршруты. Сейчас полицейским зачитываются ориентировки и даются указания по несению службы. В общем, ставятся основные задачи. На совершение преступления выясняется место, время, способ и другие обстоятельства его совершения. Данные, приметы о подозреваемом, фамилии, имя, отчество заявителя опрашиваем понятых. Наверное, также стояли на построении первые милиционеры Советской России в далеком 1923 году, после того, как был подписан приказ НКВД номер 4 от 2 сентября о формировании патрульно-постовой службы. Именно тогда была утверждена инструкция постовому милиционеру. И спустя три года подразделения ППС уже были практически во всех крупных городах страны. Сотрудники патрульно-постовой службы встали на охрану правопорядка. Так же, как и сегодня. Равняюсь. Смертно приказы заступить на охрану общественного порядка. На маршрут патрульно-постовой службы соблюдать вежливые и корректные обращения с гражданами. Стажер Виктория сегодня в пешем патруле. Но у патрульно-постовой службы есть и автопатрули. Они придают мобильности и оперативности всей службе. Хотя, по мнению самих полицейских, порой на месте происшествия быстрее оказываются именно сотрудники без авто. В любом случае, все патрули подстраховывают друг друга. Патрульно-постовая служба является уличной службой. И любое преступление, совершаемое в городе, это что бы то ни было. Те же, как вы говорите, громкие преступления, такие как убийства. В любом случае, патрульно-постовая служба, она первая приезжает на это место, где совершилось преступление. И уже оттуда дает информацию всем тем людям, которые должны быть задействованы в раскрытии этого преступления, в расследовании этого преступления. Днем в городе тихо, люди работают, и нарушать общественный порядок остается только немногочисленным маргиналом, которых еще нужно постараться найти. Но если таковые появляются, с ними проводятся профилактические беседы. И практически всегда находится взаимопонимание. Вы находитесь на остановке общественного транспорта? Я хочу, я всю ночь кондирую. Алкоголь выпивали сегодня? Нет, трезвый? Просто устал маленько? Пешие патрули – это важное звено в охране общественного порядка в городе. Они всегда на земле и всегда рядом. Порой именно от них зависит, как быстро будет улажен конфликт на улице или предотвращено преступление. Здесь многое зависит от сотрудников полиции, от их знаний и навыков. Мы смотрим на людей, в каком они состоянии находятся. Пытаемся прищечь правонарушения административные. Личный состав патрульно-постовой службы обеспечивает охрану общественного порядка на спортивных, культурно-массовых, общественно-политических мероприятиях. Ежедневным местом проведения похожих мероприятий можно смело назвать набережную автозаводского района. Хотя бы в силу того, что людей здесь каждый день может быть даже больше, чем на многих культурных мероприятиях. И ребята справляются, потому что есть и умения, и желания. Мне нравится здесь работать. Каждый день нестандартные ситуации происходят. Всегда все разное. Сегодня в Тольяттинском гарнизоне полиции пять рот и один конный взвод патрульно-постовой службы. Ежедневно на охрану общественного порядка в городе заступает 17 патрулей. Служба насчитывает около 250 сотрудников, которые выполняют задачи как на всей территории города, так и в служебных командировках в других регионах. Скоро к работе ППС уже на правах полицейского обязательно присоединится сегодняшний стажер Виктория. Она действительно хочет защищать спокойную жизнь горожан. Ветераны патрульной службы Тольятти в этом с ней полностью согласны. Продолжаем охранять общественный порядок, где совершается массовое скопление граждан. Также раскрытием преступлений занимаемся на маршрутах патрулирования. Ну, как правило, наша задача раскрывать, как правило, уличные преступления. Патрульно-постовая служба – это, так скажем, кузница кадров, после которой сотрудник, отработавший 3-5 лет, может пойти также работать в участковую полномоченную, в уголовный розыск, еще куда-то. То есть почему нет? Если молодой, здоровый, то добро пожаловать. Наверняка у многих молодых ребят сегодня есть большое желание защищать правопорядок и предотвращать преступления, обеспечивать безопасность тольяттинцев. Добиться этого несложно, стоит лишь вступить в ряды патрульно-постовой службы. Для этого достаточно позвонить в отдел кадров ОВД Тольятти. И, возможно, в Автограде через некоторое время станет на несколько защитников города больше. Василий Логинов, Евгений Черемин. Новости Тольятти. Тольяттинцы стали участниками фестиваля в Кубе. События для нашего города традиционные, но каждый год организаторы находят, чем удивить гостей. Фестиваль в Кубе – это настоящий калейдоскоп талантов, убедились наши коллеги. Здесь метают ножи и топоры, но исключительно в мирных целях. И запросто могут научить этому всех желающих. Фестиваль метания ножей и топоров – это зрелищно и захватывающе. Поэтому посмотреть и поучаствовать приехали не только тольяттинцы. Антон Никитин приехал в наш город всей семьей из Ижевска. Специально для того, чтобы поучаствовать в фестивале. Занимаюсь метанием ножей уже чуть больше трех лет. Сюда приехал, потому что это большой фестиваль. Здесь можно многому научиться, посмотреть на чемпионов мира неоднократных. Ну и, в принципе, люблю. Нравится вид данный вид спорта. Именитые спортсмены тоже не оставили фестиваль без внимания. Ну, метание ножа – это внутреннее состояние, наверное, которое пока не прочувствуешь сам. То есть, понять его не получится вот так, если смотреть просто на метателя. То есть, нужно обязательно попробовать. Это состояние, когда ты управляешь собой, управляешь мыслями, управляешь предметом, ножом, топором, неважно что это. И вот если у тебя получается, это доставляет тебе радость, доставляет удовольствие и очень интересно. Для тех, кто предпочитает менее экстремальное хобби, тоже найдется занятие по душе. На площадке библиотечной сети Тольятти целое выставочное пространство, а также презентация книги с говорящим названием «Нашим». Год назад мы создали первую книгу Сергея Павла Чекунов, это его идея, да, он главный редактор этой книги. Она родилась прям буквально за две недели, когда я съездил в зону СВО, и за две недели она у нас родилась. У меня в руках первый экземпляр. Сергей Степанович вам рассказал о втором уже экземпляре, более расширенном, переизданном, а это самый первый. И, конечно, фестиваль в Кубе невозможно представить без музыки, душевной и искренней, как творчество Владимира Высоцкого. На площадке паркового комплекса истории техники имени Константина Сахарова нашлось место и фестивалю патриотической песни, и поэзии «Жет нас память». У нас очень много талантливых людей, у нас принимал участие и театр Пушкина, и поэты Тольяттинской писательской организации. Очень много людей, и мне хотелось, чтобы вот сделать такой праздник для людей. Музыку, танцы, спорт и хобби на любой вкус объединил в себе фестиваль в Кубе. Название оправдано. С каждым годом развлечений, тематических площадок и мастер-классов все больше. Библиофестиваль – это традиционное мероприятие для города Тольятти. В разных форматах оно проходило на разных локациях. Но с 2016 года мы проводим библиофестиваль именно на территории парка Сахарова. Все библиотечные системы собираются здесь вместе со своими читателями и организовывают очень интересную программу. Библиофестиваль – это такое сообщество библиотечное, где объединяются специалисты, читатели, партнеры и встречают новый творческий сезон вот таким вот действительно классным событием. Заядлый книголюб, верный патриот, любитель театральных постановок или эко-волонтер. Место по душе на этом фестивале может найти каждый. Денис Капли, Яна Серко, Ярослав Еркаев. Новости Тольятти. Лучшие развивающие и развлекательные мультфильмы для малышей. Компания «Лада Медиа» с 1 сентября запускает новые телеканалы для своих зрителей, в том числе для самых юных. «Лёва» – первый телеканал для любознательного малыша. Телеканал «Лёва» предлагает уникальный для детского телевидения выбор наиболее популярного контента. Он отобран признанными экспертами в области детского развития. Ребёнок вместе с телеканалом «Лёва» сможет исследовать окружающий мир и развиваться. Итак, с 1 сентября «Лёва» появится в базовом цифровом пакете «Лада Медиа». А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь август бесплатный пошив. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. Аллегра. Уют вашего дома. Новый магазин «Салон Штор Аллегра». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...